один из самых животрепещущих вопросов которые задают антропологом что ели наши предки часто этот вопрос животрепещущие потому что люди пытаются подогнать собственный рацион собственную диету под какую-то там палео диету которая была якобы вот самый такой правильный в прошлом но идея как бы в основе своей в принципе верна то есть у наш организм возник не с нуля и не откуда прошел долгий путь эволюции мы приспособлены каким-то очень конкретным условиям которых жили наши предки и основа идея такова что если предки всю жизнь допустим питались репой ну так я от балды щас говорю то значит у нас пищеварительный тракт зубы там все остальное приспособлен к питанию репы поэтому правильнее питаться репы тогда мы будем дольше жить но тут возникает вопрос что же на самом деле они ели конечно не репу они ели вот и как-то узнать и правильный ли вообще такой подход как бы на первый взгляд он вроде правильно на самом деле не факт вот ну для начала об осмысленности такого подхода всегда стоит помнить что наши предки жили в среднем лет 30 поэтому если мы будем питаться точно так же и жить точно так же как жили наши предки мы умирать будем лет в 30 не уверен что это всех порадует вот то что сейчас мы питаемся как бы вроде бы не совсем правильно с точки зрения наших предков с одной стороны это приводит например потому что у нас много кариеса там продонтоза и всякие заболевания зубов вот а с другой стороны мы живем лет до 60 как минимум ну если там маломальски нормально жить а если нормально жить то и до 120 принципе может дотянуть вполне себе то есть в четыре раза больше чем жили наши предки вот но все-таки хочется знать чего они ели сразу могу сказать общая идея до крайности проста ели все что было рядом то есть человек как вид и как рот и даже как семейство строго говоря возник как всеядное существо и наши предки начиная еще с проконсула буквально питались всем другое дело что в разное время рядом оказывалась не одна и та же еда то есть пока это были обезьянки типа проконсула живущие на деревьях в тропическом лесу в африке они ели преимущественно фрукты и листья и диета была судя по зубам зубы прекрасно сохраняются и по износу этих зубов примерно плюс-минус такой же как шимпанзе но не совсем такой же естественно там растения были чуть другие но смысл тоже много фруктов какое-то количество листьев то что растет на деревьях это идея положилась в основу фруктоядства нынешнего значит фруктоедения но вообще со времени существования проконсула прошло 15 миллионов лет как минимум поэтому оно конечно хорошо но 15 миллионов лет тоже никто не отменял последующее время когда люди стали вернее не люди а предки людей стали выходить из этих тропических концов саванну долгое время что характерно они питались все еще лесной растительностью есть много способов это узнать по опять же изношенности самих зубов по микроструктуре эмалия какие-то выщербинки смотрят что человек ест ну или там обезьяна на эмали всякие скалы скалы возникают всякие царапинки можно понять что они там грызли и по микроэлементному составу костей потому что в зависимости от то чего мы едим в костях накапливается разное количество микроэлементов ну и макроэлементов тоже и изотопный анализ то есть разные части растений животных и так далее содержат разные изотопы по разным причинам и так в первом приближении можно понять что ел индивид в течение жизни ну по крайней мере последние там несколько лет перед смертью допустим подземные части растений надземной части растений древесные растения степные растения беспозвоночных каких-нибудь орехи кору деревьев и там еще что-то в этом роде ну так не супер каким-то разрешением но более-менее ну и наконец с того момента как люди стали использовать орудия есть много мяса у нас есть кости с надрезками это мы можем увидеть вот они мясо тоже ели и собственно когда вот стали переходить в жизни в саванне в саванну то занимает занимательно что долгое время продолжали питаться лесной пищей например ардипитек жившие четыре с половиной миллиона лет назад четыре четыре миллиона лет жил в такой переходной среде где так наполовину лес наполовину уже вроде не совсем лес ну типа парка а питался тем не менее растительной пищей древесной то есть где-то он на деревьях фрукты и листья жевал вот но климат ухудшался пространство открывались и уже примерно ко времени три миллиона лет назад даже больше там три с половиной миллиона лет назад они вышли в открытые фактически саванны ну такие не совсем прям угольные степи но какие-то перелесочки кусты есть но в принципе саванны и питались уже практически только саванными растениями зерном каким-то корневищами чем-то таким разные виды австралопитеков немножко по-разному что характерно афарские австралопитеки там бахарль-газальские австралопитеки гарри парантропы несколько видов все питались чуть чуть не одинаково допустим парантропы южноафриканские ели какие-то корневища бойсовские восточной африки ели какую-то там осоку траву но вот эта растительная фаза она тоже продолжалась где-то миллион лет примерно и ко времени от 3 до 2 с половиной миллионов лет произошел новый переход на новый уровень и это совпадает с возникнением рода хома то есть и в немалой степени как раз смена диеты здесь сыграла огромную роль потому что в это время климат стал гораздо холоднее суши в саванне стало меньше есть вымирает большое количество разных животных крупных в том числе копытных вымирает куча хищников и наши предки занимают нишу этих самых хищников начинают есть много мяса мы это знаем по их опять же костям и потому что находим со временем два с половиной миллиона лет назад и дальше кости с надрезками и начинают использовать орудия труда то есть возникновение рода хома нашего рода это переход на всеядность в таком широком смысле то есть конечно наши предки слава богу не стали хищниками в узком смысле то есть они не только мясом питались но стали есть много мяса когда наши предки предки рода хома стали переходить в большем количестве на мясную пищу и стали есть больше мяса это позволило им нарастить мозги потому что для того чтобы жевать мясо надо прилагать меньше усилий потому что животная клетка не имеет целлюлозно клеточной стенки растительное имеет поэтому стали выживать и те особи у которых челюсти чуть чуть поменьше чем были у предков то есть не то что маленькие челюсти стали полезнее они стали не такие вредные поэтому стали выживать люди с меньшим жевательным аппаратом с меньшими размерами челюстей и зубов с меньшими гребнями для прикрепления жевательной мускулатуры с меньшими мышцами а есть такая замечательная математика что плотность костей зубов и мышц в два раза больше чем плотность мозга у мозга она практически как у воды а у костей 2 2 единицы соответственно когда у нас челюсти и зубы уменьшаются на кубический сантиметр мозги в принципе могут прорасти на два кубических сантиметра а масса головы останется прежней что важно потому что позвоночник то осталось какой был вот поэтому небольшое уменьшение челюстей и зубов позволяла сильно наращивать мозги а к тому же их надо было наращивать потому что мясо труднее добывать ну вот надо отмахиваться всякий гиен надо делать орудия чтобы срезать это мясо ну и надо еще как-то это мясо поймать принципе или найти первым вот там на грифов смотреть хотя бы там что-то такое а еще лучше первыми чем гриф туда приближать поэтому была необходимость была возможность они прекрасным образом сочетались и на графике это выглядит как такой мощный скачок размеров мозга то есть до времени примерно два с половиной миллиона лет назад размер мозга он конечно увеличивался понемножку в ряду австралопитеков но как-то так ни шатка ни валка а где-то с двух с половиной миллионов лет назад и там даже чуть попозже с появления ранних хома начинается катастрофический рост размеров мозга ну фактически до современных значений люди к тому же расселяются за пределы африки что потом происходит неоднократно а за пределами африки естественно условия были еще всякие разные возникает например экологическая ниша прибрежных собирателей то есть когда они добрались до берега моря вдоль восточной африки потом вдоль аравии и дальше вплоть до австралии фактически занимались прибрежным собирать вплоть до современности то есть это вот как бы от самых первых хома там миллион восемьсот тысяч лет и до современности фактически по берегам очень приятно жить море выкидывает на халяву куча всякой еды собирая ешь ну правда от этого возникают горы отброса вонючие вот периодически приходится куда-то уходить ну зато это замечательный толчок для миграций ну вот чтобы на месте не засиживались особо загадили место и пошли гулять вот ну и доскакали собственно всяких островов а в итоге до австралии и еще по всему миру и до америки в итоге вот и когда люди стали уже настолько приспособлены что стали жить и в умеренном климате то есть где есть зима нормальная стали использовать огонь в том числе вот у этих северных групп наступила фаза такой гиперхичности по сути дела это гидельбергензицы и неандертальцы которые стали есть очень много мяса не потому что может быть оно им так прям запредельно нравилось а потому что больше нечего было есть потому что это ледниковый период и кроме мяса ну какой-то мох там ягель наверно рос но как-то не богато там не попитаешься особо морожкой поэтому они стали есть очень много животных мяса но это тоже оказалось тупиковый путь и как-то вот развитие это и особо не дало хотя первые кроманьонцы первые сапиенцы жившие в европе они питались практически также допустим палео диетологический анализ сделаны для человека из пештера куазе в румынии показал что он был тоже мега хищный такой же как неандертальцы но он с эти и гибрид неандертальцам то что принципе она и логично вот но планета большая и чем больше расселялись люди в разные стороны с тем с большим количеством сред и типов места обитания сталкивались каждый раз нашли находили что поесть вот другое дело что человек он быстро на самом деле эволюционирует и отбор идет тоже довольно мощный иногда поэтому даже за последние меньше чем 50 тысяч лет наверное успело возникнуть несколько вариантов типа питания уже для современного человека то есть например эскимосы могут есть килограммами жир там три килограмма жира за один присед слопать им ничего не будет то есть никакого там атеросклероза их там удар не хватит все прекрасно и им это как бы в радость вот а если индуса накормить три килограмма жира он тут же на месте загнется но индус может всю жизнь питаться рисом например что нельзя делать эскимосу вот но есть там куча других есть люди которые питаются там исключительно рыбой есть те которые питаются там не знаю просом каким-нибудь там чем-нибудь еще но замечательно что даже в самых экстремальных вот этих вариантах все равно возможности эти они как бы тенденция есть но это не значит что эскимос только жиром питается и ничем другим не может эскимос тоже может питаться и там рисом с картошкой и так далее но ему хорошо бы и жирка иногда тоже добавить ну вот а индусу слишком много не надо но в принципе если ему кто-то даст жир он я думаю плетет только так главное чтобы не корове но так что современный человек он не слишком все-таки специализировался и отдельных видов у нас все-таки не возникло что по словам приятно поэтому ну и да и к тому же люди все время передвигаются то есть на самом деле люди все время перемешиваются перемещаются поэтому вот эти возникающие адаптации они никогда не уходят в какой-то уж совсем маразм специализации специализации как например у муравьедов каких-нибудь там панголинов и прочих специализированных животных которые вообще природе существуют вот ну человек наверно мог бы в такую специализацию идти но для этого ему надо еще несколько миллионов лет вот так что главная генеральная идея человеческого питания все что есть надо съесть вот и мы сейчас живем в золотом веке когда мы можем выбирать у нас всего навалом это буквально последним лет 50 наверное если не меньше такое ну и сейчас далеко не везде прямо скажем то есть это мы живем в хороших условиях один в сомали наверное люди совершенно иначе думают поэтому часто удивительно происходит что люди выбирают что им съесть и думают как бы мне вот это не съесть и как бы мне побегать чтобы сбросить вес ну вот это вот очень необычное состояние для человека тем более у нас есть холодильники у нас есть супермаркет 24 ну а так что проблем человек себе создал конечно немерено но все эволюционное прошлое начиная вот с проконсулов и дальше за то чтобы мы могли питаться чем попало так что диеты в каких-то медицинских случаях они конечно полезны бывают но если человек диабет например да там ничего не поделаешь но если человек такой средне здоровый без запредельных каких-то там заболеваний то в принципе он может питаться строго ря чем угодно вот если человек хорошо то можно есть вот и более того человек настолько приспособлен к питанию чем попало что может даже какое-то время притянуть на этом монодиете какой-нибудь фруктоядности там еще очень такой питаться одними апельсинами как у некоторых мы хватает делать но все таки зацикливание на чем-то одном добру не приводит чему примером те же парантропы которые стали растить наядными и теперь мы их видим в виде окаменелостей